Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! На связи Федор Васильев. Команда Belbo наконец-таки вернулась в дело и продолжает нас радовать с вами нововведениями в уникальном, неповторимом конструкторе страниц на Joomla – Gridbox. В новой версии Gridbox на борту новый плагин Hotspot, или по-русски «горячие точки». Если вы хотите сопроводить свои изображения интерактивностью, разместить на разные части изображения пульсирующие точки, которые будут пояснять, например, что находится в этой части изображения. И, соответственно, по традициям, все так же гибко настраивается. В этот новый плагин можно внедрить другие плагины, кнопки, текст, картинки, видео, модули, Joomla – все что угодно. Давайте посмотрим в этом видео, как работает новый плагин. Прежде чем мы начнем смотреть, как настроить данный плагин, новый плагин в Gridbox Hotspot, «горячие точки». Давайте посмотрим, как он работает. Сейчас перед вами демо интернет-магазина Gridbox. Демо интернет-магазина Gridbox ниже я разместил на буквально похожие товары, на один из товаров две точки, красного цвета и синего. То есть при клике выскакивает подложка, в ней кнопка и текст. Ну и здесь то же самое. То есть их можно сделать разноцветными абсолютно. Тень, разноцветную тень. И, соответственно, вот в эту подложку вы вставляете любой другой плагин. То есть, получается, разработчики достигли какого-то просто мега-космического уровня, создали эти точки. Так, а теперь давайте посмотрим, то есть как это работает, где этот плагин находится, как его настроить. На момент записи видео Gridbox, версия у меня актуальная 2.12.11, именно в этой версии вы найдете плагин HotSpot. Я зашел в режим редактирования поста Store, то есть Gridbox Store, интернет-магазин. Это может быть любая другая страница Gridbox. Я еще не везде протестировал, где могут работать эти точки, но вот на похожем товаре у меня это сработало. Вызвать его, наверное, можно где угодно, но я создал здесь вот дополнительные строки. И вот здесь вот я нашел плагин. Плагин находится у нас с вами в разделе информационные. Он еще не переведен на русский язык. Вот он, HotSpot, вот такая у него иконка. Кликаем, выбираем его. Он вот здесь вот появляется. Вы видите такая иконочка, плюсик. Сразу появляются его настройки. Самое интересное, что он уже сам по себе имеет позиционирование свободное. Смотрите, я зажимаю левой кнопкой мыши шестеренку его. Видите? И в любом месте по холсту я его двигаю. То есть я могу на картинку куда-то наложить какой-то поясняющий момент, да? И чтобы человек понимал, что там, возможно, что-то есть, что туда можно кликнуть, чтобы посмотреть. Вот на этот плюсик. Элемент одежды, например. Из чего сделана там блузка. Здесь я захожу в карандаш. Во-первых, менять можно иконку. Вот у нас сейчас плюс, любая другая, да? Из списка иконок. Эффект анимации. Это вот как раз то, что нам нужно. Вы видите, сейчас она пульсирует. Давайте посмотрим все эффекты. Это такая несколько у нас пульсаций идет, да? Так, давайте посмотрим еще. В общем, есть на разный вкус разные вариации. И вот такой эффект еще. Ну вот это, по-моему, предпоследний самый интересный. Дизайн вкладка. Давайте сразу сделаем яркий, чтобы ее было видно. Например, красный или, наверное, даже синий здесь будет лучше смотреться, чтобы прямо видно было в плюс. Вот этот момент уже поясняет, да? Показывает человеку, кто смотрит, что там что-то, наверное, есть. Можно кликнуть и посмотреть. Дальше. Более детально эти моменты в другие настройки я рассматривать здесь не буду, потому что это штатные настройки любого плагина. Это все у меня было в моем курсе о Gridbox. Дальше. Что мы делаем? Нам нужно настроить подложку. Чтобы подложку настроить, мы вот сюда вот кликаем, нажимаем вот сюда. Видите, появляется подложка. Во-первых, цвет подложки. Можно сделать серый, но пускай будет белый. Ширина подложки, да? Сделать ее вот шире. На ваше усмотрение. Дальше. Скругленные углы убрать можно. Тень задать. Даже рамку можно задать. Тень, например, сделать более явную. Видите, темная тень. И самое главное, что я могу в нее нажать, вот в эту подложку, и вставить любой плагин, какой только здесь есть. Например, это будет текст. Какой-то текст. Вот я ставлю текст. Соответственно, в сам текст я могу зайти, написать любой текст. Давайте здесь отступы я уберу. Дальше я добавляю сюда еще и кнопку. И, соответственно, кнопку я тоже могу настроить. Например, здесь будет написано там скачать. Потому что здесь можно документ прицепить. Здесь, естественно, я сделал размер побольше. И межбуквенный интервал сделаю меньше. Ну и кнопка пускай будет желтого цвета. Так, это у нас дизайн. Кнопка пускай будет желтая. Вот здесь выберу. Вот такая пускай будет кнопочка. Просто для примера. Дальше. Как всплывать подложки. Опять же дизайн. Опять этот вариант я выбираю. Вот здесь вот. Видите? То есть, в зависимости от картинки, где вы хотите ее разместить. Снизу. Снизу. И, я так понимаю, сколько угодно можно точек добавить. Просто вот здесь нажимаю дубликат. Точку двигаю куда-нибудь. Просто в пустом месте кликаю, чтобы они свернулись. Например, на штаны теперь. И получается здесь все меняю. Дизайн там, кнопку, текст и так далее. Сохранить. И сразу вопрос по поводу мобильной адаптации. Здесь никаких проблем. Настраивается мобильно, как обычно. Сверху вниз. Ноутбук. Видимо, иконки сместились. На ноутбуке переместили их на то место, где они были. Например, на картинке. Вот вы можете посмотреть на компьютерной версии. Они там, где и были. На планшете они тоже уже теперь на месте, грубо говоря. Планшет. Они тут сильно съехали. Мы кнопки перемещаем. Они у нас были на этой фотографии. Планшет. Портрет. Соответственно, настраиваем. Планшет. Ландшафт. Совсем кнопки уехали у нас. Вот так вот быстро и просто настраивается все это дело. Только обратите внимание, что здесь, скорее всего, если вы на сайт пойдете сразу и не увидите, надо чистить кэш-браузер. Обязательно. Тут на фронтальной части сайта у меня совсем на другой картинке эти элементы. Ну, потому что это модуль вот с этими фотографиями похожих товаров. Он динамически может меняться. Поэтому здесь, скорее всего, эти точки не подойдут. Это где-то на конкретной картинке. Я просто вам показываю, что даже в интернет-магазине вы можете такие точки разместить. Вот. Я смотрю это уже на фронтальной части сайта. Кнопка интерактивная. Вы видите, она меняет и цвет. Здесь тоже. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Субтитры сделал DimaTorzok